Невозможно пройти по городу пешком, потому что заливает водой постоянно, на улицах много снега и так далее. Нет освещения, не хватает школ детских садов, не хватает больниц. В принципе, не хватает инженерных коммуникаций. Если разобраться, что такое город, из чего он состоит, то он состоит из двух основных частей. Первая часть – это вся инфраструктура, вот этот каркас. Это транспортный каркас, социальный каркас и инженерный каркас. Вот, собственно, что я сказал. Газ, вода, канализация, улицы, проспекты, дороги, как работает транспорт, как все это между собой убирается. То есть здания, которые стоят в городе, это уже второй момент. Вот, в основном, когда люди говорят про город и говорят, что их не устраивает, в общем-то, люди имеют в виду, что их не устраивает вот это вот отсутствие инфраструктуры. И как раз, собственно, инфраструктура и создается во всех городах государством. Потому что наполнение уже делают собственники участков, если им созданы условия для развития. А если нет каркаса, люди мало того, что жалуются на этот каркас, ну и собственники участков, которые живут в городе, либо вообще тут давно уехали, либо, я не знаю, там, кое-как, не знаю, сводят концы с концами. Потому что очень трудно развивать участок в городе, если у тебя, например, нет канализации бытовой. Ну, какой ты можешь себе там дом построить? У тебя, не знаю, в центре города туалет просто на улице, яма выгребная. И есть очень много городов, в том числе и небольших, и исторических, где вот этой канализации просто нет. Я уж там не говорю про освещение, вертикальную планировку, уклон воды, чтобы там стекал. И уж в последнюю очередь там благоустройство. А выбор города, я не знаю, чем руководствовались люди, когда выбирали лидеров, но наверняка все-таки есть какой-то такой тонкий призрачный момент комфорта, когда чувствуется комфорт во всем. Потому что в лидерах Сосновый Бор, город Ленинградской области, где Ленинградская станция, то есть, в принципе, казалось бы, страшно. Дубна, Ноябрьск, небольшой город в Ханты-Мансийском автономном округе, который большую часть года под снегом находится. Риолтов? Ну, это, конечно, интересный вопрос. Понимаете, почему именно вот эти города попали в лидеры? Потому что, скорее всего, здесь действительно состояние той среды, в которой люди пребывают, ее благоустроенность, я так думаю, и, возможно, комплексность. Потому что вот вопросы, о которых сейчас говорил мой коллега, связанные с социальной инфраструктурой, они, конечно, в общем-то, определяющие. Но, обращу внимание, президент говорил еще и о совершенно удивительных городах, которых в России довольно много, городах с историческим наследием. То есть, я понимаю, конечно, что, в принципе, речь шла не о единичных объектах в этих городах, потому что принцип сохранения единичных объектов, он известен. А вот что касается исторического поселения, которое является, может, скажем так, является частью какого-то населенного пункта, даже малого, вот этот вопрос очень сложный. Что вот с этим делать? Потому что та парадигма, которая сегодня существует в законе, движется и жиждется на запретах. Исключительно. А вот этот запрет не позволяет ни толком инвестиции привлечь, ни населению ничего сделать для себя. Да, потому что, естественно, это все скажется на каких-то негативных моментах. Ему могут быть предъявлены населению эти негативные моменты, потому что он может привести, неважно каким образом, но случайно даже, привести к уничтожению какого-то элемента вот этой исторической среды. А когда мы говорим о социальной инфраструктуре, то это тоже вопрос такой, где мы ее будем. Здесь-то это довольно большие территории, она там тоже должна присутствовать.